Всем привет, с вами Мийок, и сегодня я расскажу вам про основы работы с вектором в SciPine Tool. Чтобы начать работу с вектором, вам нужно создать специальный векторный слой. Но сперва я объясню вам, зачем вообще нужен этот вектор. Вообще, я рисую на графическом планшете. Пожалуйста, не путайте обычный планшет с графическим планшетом, это разные вещи. Перо графического планшета имеет несколько уровней нажатий. Вот первые линии были проведены пером, а сейчас мышью. Мышь не позволяет регулировать уровни нажатия. Поэтому при рисовании мышью, линии всегда получаются очень жесткие. Например, вот так вот мышью не нарисуешь. Но даже если у вас нет графического планшета, вы все равно можете очень здорово рисовать в саи. Для этого вам нужно освоить вектор. Чтобы перейти к панели инструментов вектора, вам нужно создать векторный слой. Вот эта кнопка. Нажимаем ее и видим, что у нас появился совершенно новый набор инструментов. Причем этот набор инструментов будет действовать только на векторном слое. На мой взгляд, удобнее всего рисовать инструментом кривые. Но прежде чем приступить, я лучше создам небольшой скетч. А скетч, конечно же, лучше создать на растровом слое. Растровый это обычный слой. Скетч абсолютно не замысловатый ни о чем. Делаю его чуть-чуть более прозрачным с помощью этого бегунка. Тогда я запросто смогу отличить скетчевый или нет контуров. Переходим на векторный слой. И выбираем инструмент кривые. Этот инструмент мне нравится тем, что его очень удобно использовать. Все, что вы делаете, это даете ему точки зацепления. Может кто-то помнит такую игру, где надо было соединить точки по номерам? То есть 1, 2, 3, и соединяешь точки, и получалась картинка. Вот тут то же самое, только линии автоматически закругляются. Все, что я сейчас делаю, это кликаю по нужным мне точкам зацепления. А линия идет уже сама. Делать это мышкой очень удобно, поэтому каждый сможет с Саи нарисовать что-нибудь. Отключаем слой со скетчем, и вот что у нас получается. И все бы хорошо, да только везде линии одной и той же толщины. Непорядок, надо это исправлять. Выбираем инструмент pressure, то есть давление, нажатие. Пользоваться этим инструментом очень легко. Весь ваш рисунок в векторе представляет собой точки, которые соединены между собой. И мы просто нажимаем на одну из них и двигаем мышку либо вправо, либо влево. Соответственно, линия будет либо утолщаться, либо утончаться. Замечу очень важную вещь. Утолщить линию вы сможете только ровно в два раза, то есть на 200%. А вот утончить можно до 0%. Таким образом, если исходная линия не очень толстая, вы ее толстой сделать не сможете. А вот если исходная линия была очень толстой, то вы сможете сделать ее хоть пиксельной. Да еще и увеличить в два раза, если хотите. Поэтому, опираясь на собственный опыт, я все-таки советую вам делать исходные линии потолще. Да, я знаю, это немного неудобно, но тем не менее получается гораздо лучше. Из этой толстой линии я могу сделать самую обычную тоненькую. Вот так. А теперь еще более интересная часть вектора. Это инструмент EDID, редактирование. Пожалуй, самый важный инструмент в данном случае. Он-то как раз и преобразит все ваши линии до неузнаваемости. Свои векторные линии вы можете гнуть как вам угодно. Пусть из простой тонкой линии создавайте целые рисунки. В этом плане вектор в сай напоминает пластилин. Только из маленького комочка можно слепить целый рисунок. Тут главное понять, где лучше утолщить, а где лучше утончить. Кстати, вектором можно нарисовать неплохие кудряшки. Но об этом чуть позже. А пока что я расскажу про инструмент Color, то есть покраска. Этот инструмент закрашивает один векторный объект одним единственным кликом в выбранный цвет. Это делает рисование вектор еще более быстрым и удобным. Вектор удобен еще и тем, что для заливки нужно всего лишь использовать волшебную палочку. По крайней мере, я так делаю. То есть, если ваша векторная линия представляет собой замкнутый объект, то его можно запросто выделить палочкой и залить. Не останется никаких пробелов. Некоторые места можно и в расте подредактировать. А теперь чисто ради интереса давайте попробуем сделать векторные волосы. Размер киси ставим где-то на средний. И инструментом кривая делаем линии. Примерно так. А теперь выбираем силу нажатия. Чтобы кончики волос уходили аж в 0%. Где надо прибавим, где не надо убавим. И да, надо заставить эти волосы виться гораздо сильнее. Об этом нам поможет что? Да, инструмент едит. То есть, редактирование. Моделируем локоны как нам угодно. И как бы круто это не было, я все равно остаюсь верна растру. Потому что с графическим планшетом мне гораздо проще выбрать какую-нибудь ручку и сделать вот так. Но так и рисую для себя, для души. И чаще всего это летит в помойное ведро. А для работы приходится использовать вектор. Всем спасибо. Я надеюсь мои уроки хоть кому-то чем-то помогают. В следующем уроке я наглядно покажу как нарисовать неплохой анимешный глазик. Возможно даже с покраской. Всем пока. Мы с вами еще увидимся. С вами был Мийок. С вами был Мийок.